Чем живет флагман отечественного судостроения? Для журналистов устроили экскурсию на Средний Невский судостроительный завод. Здесь в поселке Пантоном на берегу Невы завершаются работы над Георгием Курбатовым, кораблем противоминной обороны нового поколения. Его планируют спустить на воду в июле ко дню военно-морского флота. Он уже на набережной на воде будет достраиваться, дальше пойдет на ходовые государственные испытания, испытания спецтехники и передастся военно-морскому флоту России. Это корабль Балтийского флота. На службу в Балтфлот поступят новые катамараны соседнего Эллинга. Судно, рассчитанное на 150 пассажиров, должно заменить обычные теплоходы. В качестве материалов для своих судов на Средненевском заводе используют легкий и прочный композит. Он не уступает металлу, так как он легче значительно, поэтому он особенно дает экономию при эксплуатации. Получается, что мы можем больше мощности потратить на полезный груз, чем на самого себя везти. Композиты на Средненевском осваивают уже 60 лет. Сейчас отечественные разработки востребованы далеко за пределами Петербурга. Серия минных тральщиков, например, войдет в состав военного флота не только России, но и Казахстана.